Работу службы, обычно скрытой от постороннего взгляда, теперь может увидеть каждый. В музей советского автопрома открылась экспозиция творческого объединения «Холст масла», посвященная столетней годовщине с момента образования Ивановского управления ФСБ. У художников очень богатая фантазия, а здесь нельзя было далеко от правды уходить, и сложно найти материалы для того, чтобы писать о чем-то конкретном. Но нам, художникам, показывали личные дела сотрудников, это в основном герои Советского Союза. Показывали фотографии, рассказывали, чем именно отличились эти сотрудники, и уже основываясь на этом, художники выстраивали для себя образ и пытались его передать на бумаге. В экспозиции представлены два десятка работ, кисти нескольких художников. Жанры картин, как и стилистика, совершенно разные. Есть живописи, графика, портреты и пейзажи. Но все работы так или иначе отражают аспекты жизни и службы ивановских чекистов. На портретах запечатлены люди, оставившие след в истории ведомства. По словам художников, сложнее всего было передать характеры сотрудников, обычно закрытых для окружающих. Но все-таки им это удалось. Глядя на людей, которые изображены здесь, здесь, конечно же, прежде всего, сравниваешь их, ну, как они на самом деле выглядят. И самое-то ведь главное в портрете все-таки, это отразить внутреннюю сущность, характер человека. Я считаю, что в большинстве подавляющих портретов это удалось. Вот, в частности, хорошо нам известный, один из последних оставшихся живых участников Великой Отечественной войны, ветеран нашего управления солдатенков Геннадий Васильевич. Здесь внутренний мир отражен бесподобно. Вот этот, знаете, взгляд, он действительно такой, этот человек, переживший столько всего в этой жизни, что, наверное, глядя на это лицо, по-другому и не подумаешь. Отдельное место в экспозиции занимают пейзажи. На полотнах здания, так или иначе, связанные с ФСБ в разные годы. И хоть жанр один, воплощение совершенно разное. Дом Подкова, где много лет назад жили сотрудники с семьями, выполнен в спокойной манере. Эдакая тихая гавань. А вот здание и полю, где располагалось ведомство в те годы, напротив, художник изобразил яркими тяжелыми мазками, соответствующим нелегкой обстановке в стране. Энергию вот того времени, тяжелого, то есть это 30-е годы, это 40-е годы, когда действительно в нашей стране было очень непростое время, когда шли столкновения разных сил, светлого, темного. И, в принципе, вот эту вот энергию, энергию той эпохи, того времени, через такую экспрессию письма, в принципе, мы и пытались передать в данной работе. Не просто люди из Дании. За каждым портретом и пейзажем вековая история службы, каждый день стоявший на страже безопасности ивановцев. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.